Глава региона начала аппаратку с вопросов международного сотрудничества. На прошлой неделе делегация Ульяновской области под руководством губернатора работала на форуме регионов России и Белоруссии в Уфе. Сейчас развитие наших отношений выходит на воплощение конкретных проектов в различных сферах. Среди них новое российско-белорусское предприятие «Полесье Машстрой» по производству навесной сельхозтехники в Димитровгазе. В строительстве его запланировано на этот год. Уже в конце года будет выпущена первая продукция. В Ульяновской области активными темпами развивается туризм. Строятся новые базы отдыха, кемпинги и автокемпинги. В решении этой задачи помогают субсидии из федерального и областного бюджетов. О результатах конкурсного отбора по предоставлению субсидий на развитие туристической индустрии шла речь на аппаратном совещании. В прошлом году региону было одобрено финансирование в размере 68 миллионов рублей. В этом году средства довели до региона. Эти средства доводятся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По двум направлениям мы получили средства. В частности, создание кемпингов и автокемпингов. И второе направление – это создание обустройства пляжей и национальных туристических маршрутов. Мы провели конкурсную комиссию. У нас есть соответствующая нормативная правовая база. Эксперты и члены комиссии оценили эти проекты. И у нас получилось, что 12 проектов получают финансирование. Ульяновская область приняла участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. От нашего региона было подано 117 заявок. Победу одержали 16 проектов. На общую сумму привлеченных грантовых средств почти 37 миллионов рублей. Среди победителей этой волны 7 некоммерческих организаций из 53 поданных, 6 ТОСов из 23 претендентов и 3 индивидуальных предпринимателя из 32 поданных. Самая дорогостоящая заявка победителей Ульяновской области за всю историю грантового конкурса по ФКИ – фестиваль-форум «Российская креативная неделя. Музыка. Ульяновск». Более 24 миллионов рублей. В Ульяновской области с 2021 года продолжается реализация программы социальной дегазификации, объявленной президентом Владимиром Путиным. 366 населенных пунктов включено в эту программу. Почти в 7 тысяч домов будет проведен ГАЗ до конца 2024 года. Программа эта живая, она бессрочная и постоянно дополняется в случае нового строительства жилых домов на территориях поселений, населенных пунктов, либо заселения пустующих домов, которые там тоже есть. На сегодняшний день выполнение программы социальной дегазификации ведется по этому плану. И за 2021-2022 год в полном объеме мы выполнили на 100%. Ульяновская область получила 396 миллионов рублей от компании «Вестас». Средства поступили в бюджет после выставления регионом претензий к этой компании. Скоро на бывших площадях завода появится новое производство лопастей для ветрогенераторов. В нашем регионе разработали программу «Больше, чем путешествия». Проект рассчитан на творческую, талантливую молодежь региона, которая добилась успехов в разных сферах. Лучших старшеклассников и студентов будут отправлять в путешествия по России. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.